Сирийские военные вытеснили боевиков из второго по величине города страны Алеппо. Он расположен в 300 километрах к северу от столицы, Дамаска. В возобожденные районы уже возвращаются жители. В самом Дамаске ситуация стабилизировалась. Террористов оттуда выбил спецназ. Война сократила сроки подготовки этого элитного спецподразделения всего лишь до одного месяца. С тренировочной базы репортаж нашего корреспондента Анастасии Поповой. Строевой шаг, армейская дисциплина и умение обращаться с оружием. Призывников обучают АЗАМ военного дела за 45 дней. После чего офицеры преподают тактику ведения боя, проводят снайперскую и огневую подготовку. Это база подготовки сирийского спецназа. По той же схеме здесь сейчас обучают молодых бойцов. Та же теория, та же практика, только сроки из-за войны максимально сжатые. После окончания обучения и специализации бойцов распределяют в подразделения. Стандартный курс в полгода сократили до 38 дней. Сделали его интенсивным. Занятия идут по 17 часов в сутки. Роты делят на бойцов с высшим образованием и призывников, у которых за плечами всего по 2-3 класса школы. С ними, как правило, работать сложнее. Все, конечно, зависит от инструктора. Наша задача сделать из них универсальных солдат, которые могли бы сражаться с террористами. Да, не все понимают сразу. Приходится по несколько раз объяснять им и показывать одно и то же. Зато в меткости ни в чем не уступают остальным бойцам. На стрельбище из учебного ручного гранатомета три попадания из трех точно в мишень. На полигоне под палящим солнцем их обучают выдержки, выносливости и тактики нападения с использованием разных видов оружия. Здесь же на схеме объясняют, что делать с БМП, если он заглохнет или сломается. Теоретические случаи тут же отрабатывают на практике. Война с боевиками сегодня идет в основном в городских условиях. И чаще всего солдаты гигнут от пуль снайперов. Их у вооруженной оппозиции сотни. А потому подготовки своих стрелков на полигоне уделяют особое внимание. К сожалению, мы воюем против целой армии террористов, вооруженных самым современным оружием. На снайпере лежит ответственность за всю группу. Мы учим его не только технике стрельбы, но и тактике. Плюс он может всегда встать на другой пост и заменить любого боевого товарища. Бесстрашие и упорство новобранцам не занимать. Полусу препятствий они проходят под дружные крики клятвы в верности президенту. Физическая подготовка – важнейшая составляющая курса. В спортзале есть гантели, штанги, турники и батут. Он развивает координацию движений. У каждой роты свои казармы. Просторные, чистые, с одноярусными койками. Здесь солдаты живут, питаются в столовой. Каждый день меню разное. В рационе всегда есть мясо. На время рамадана для тех, кто постится, накрывают отдельные столы с появлением первой звезды. Каждый из них, выкладываясь на тренировки, уже видит себя бойцом самых элитных частей, которым сейчас поручено восстановить порядок в Дамаске и других сирийских городах. Но сперва солдаты проходят строгий, если не сказать, естественный отбор. Неделя тренировки претенденты отправляют в пустыню пройти пешком 100 километров. Если вернулся – второй этап – выживание на воде. Потом десантирование с парашютом и четвертый месяц обучения сочетает в себе все трудности предыдущих трех. Только после такой проверки боец получает право носить на груди черный череп спецназа. Анастасия Попова, Михаил Виткин, Евгений Лебедев. Вести. Сирия.